Ладно, хоть не ошибка. Вот теперь Локомотив вперед вышел по блокированиям, но это не может их радовать, пока счет 17-23. Фабрис в атаке. Очень сложно было перевести мяч узковатый в линию, но она еще и силу в удар вложила. Но Копаева спокойно переводит передачу в зону Бриссио, и та легким движением руки снова обманывает Мальвейну Смарджик. Ну что ж, и все это превращается в 24-17. Матч Болл у Казани. Как во второй партии казалось, что больше шансов, ну как минимум на борьбу у команды Андрея Воронкова. Но третий сет вернулся в режим стартовой партии. Смарджик принимала. Мог, конечно, в мяч и в поле попасть, поэтому нужно было быть готовым. Арбитры показывают, что аут. Кидается уже тут вся замена поздравлять и обнимать основной состав. В общем, все. Все закончилось. У нас довольно быстро, за полтора часа справилась Казань с Калининградом. Динамовки Акбарс выигрывают Кубок России. Становятся лучшими в этой кубковой истории. Ну и поздравляем, конечно, Решата Гелезудинова. Это седьмой его титул. Такого результата нет ни у одного тренера в нашей Суперлиге, в российской истории. Ни одна команда так много раз кубок не брала. Плюс к этому ведь Казань увезла из Санкт-Петербурга сразу два кубка. Вот Алексей Вербов, главный тренер казанского «Зенита», вчера был на матчах. Здесь он не полетел с командой в Казань. Решил немножко задержаться и посмотреть.